Ну а над президентом США сегодня замаячил импичмент. Бывший личный юрист Майкл Коэн под присягой признался, что в 2016-м перед выборами совершил подкуп по поручению Трампа. В американской прессе уже обсуждают варианты отстранения президента от должности, особенно если после промежуточных выборов в Конгресс большинство получат его оппоненты-демократы. Трамп сохраняет внешнее спокойствие и пишет в Твиттере, что если кто-то ищет хорошего юриста, к Майклу Коэну обращаться не стоит. Репортаж Александра Христенко. На фасаде фешенебельного Трампа-отеля в Вашингтоне появилась проекция. Преступник. Америка вновь взбудоражена новостями о возможном импичменте президента. Сразу двое высокопоставленных сотрудников из его предвыборной команды признаны виновными. Первый фигурант — бывший руководитель штаба Пол Манафорт. Присяжные вынесли вердикт. Он будет осужден по восьми обвинениям из восемнадцати, предъявленных спецпрокурором Мюллером. Правда, все касаются финансовых махинаций, и ни одно не говорит о сговоре с Россией. Впереди у Манафорта еще один суд за то, что не зарегистрировался иностранным агентом. Но опять же, работал он не на Россию, а на Украину. Фейк-ньюс и российское вмешательство — главные темы на сегодняшний день. Ну и где же сговор? Они все еще пытаются его найти. Так покажите его нам, мы тоже хотим посмотреть. Второй фигурант, против которого заведено уголовное дело — бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн. Под давлением ФБР сдался Мюллеру сам. Это охота на ведьм, заявил американский президент. Я очень сочувствую Полу Манафорту и его семье. Правосудие потребовало 12 лет заключения и, помимо всего прочего, оказывало на него огромное давление. В отличие от Майкла Коэна, Манафорт не раскололся и не стал придумывать истории, чтобы пойти на сделку с правосудием. Если кто-то ищет юриста, я настоятельно рекомендую не нанимать Майкла Коэна. Коэн признался, что уходил от налогов, но главное, что во время предвыборной гонки по указанию Трампа он заплатил двум женщинам за молчание. 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс и 150 тысяч модели плейбой Карен МакДугал. Кроме морального аспекта для Трампа могут быть и юридические последствия. Деньги были корпоративными, принадлежали компании Трампа, что трактуются как нарушение правил избирательной кампании. Понятно, что президент тоже несет ответственность. Финансирование предвыборной кампании и электронное мошенничество не случайны и по-настоящему опасны для президента. Эти преступления предполагают использование системы в своих целях для победы на выборах. Это очень серьезно. Но самое опасное для президента США, скорее всего, еще впереди. Расколовшийся адвокат Коэн не просто нанятый на время выборов сотрудник. Он более 10 лет работал на Трампа, был вице-президентом его кампании и личным советником. У Майкла Коэна есть информация, которая заинтересует спецпрокурора, и он будет счастлив рассказать Роберту Мюллеру все, что знает. У Дональда Трампа есть своего рода неприкосновенность. Начать уголовное преследование действующего президента США Минюст по заведенному правилу не может. Уже раздаются призывы обвинить сейчас, а судить потом. Правда, пока непонятно за что. Противники Трампа уже мечтают о том, как он под тяжестью доказательств вынужденно оставляет Белый дом. Другой вариант – долгая и сложная процедура импичмента. Здесь важную роль играет юридический комитет Палаты представителей. И ключевой аспект – удержит ли республиканцы большинство. Таким образом, ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс могут стать для Америки и ее президента поистине судьбоносными. Александр Христенко, Николай Коскин, Вести, Вашингтон, США.